В 60-х годах в Тбилиси приехал шах Ирана Реваспи Хлеви. Ну, было много таких формальных встреч, официальных. И вот потом ему сказали, не хотите ли вы приехать в Академию художеств? Он ради вежливости согласился. Было запланировано всего 5 минут его пребывания в стенах этой Академии художеств. Но когда он переступил порог вот этого чуда, невероятного чуда, на мой взгляд, одного из самых красивых зданий, может быть, не только Тбилиси, не только Грузии, он остался здесь на 2 часа. И вот сегодня мы погуляем по этому зданию. Я хочу вспомнить тех людей, которые переступали его порог, кто здесь работал. Я думаю, станет понятно, почему Пихлеви провел здесь так много времени. На Пихлеви невероятное впечатление произвел вот этот зал, зеркальный зал Академии художеств. Но вот я переступил его порог, давно мечтал прийти сюда. И у меня нет слов. У меня есть чувство восхищения и желание показать это чудо всем. Сегодня Академия художеств носит имя Аполлона Кутутыладзе. Аполлон Кутутыладзе – это знаменитый грузинский советский художник, который был ректор Академии художеств. И, собственно, он принимал шаха Пихлеви. Кстати, однажды к нему в гости приехала министр культуры Советского Союза Фурцева. Она приехала для того, чтобы сделать какое-то замечание Кутутыладзе, потому что, ну как неправильно, как доносили в Министерство культуры, в Москву он вел свои дела. Но итогом этого визита Фурцевой стало то, что здесь рядом с Академией художеств на ее территории появилось огромное девятиэтажное здание. Говорили, что Фурцева с Кутыладзе пообедали, и в итоге все решилось. Но вот я не знаю, что происходит сейчас в этом зале, но глядя вот на эту красоту, я думаю, можно понять. Но вот первое, что я вижу, это Габашвили. Это Гига Габашвили, величайший грузинский художник. Вот его работа стоит, ну просто стоит, ну вообще, если много, почему не поставить на полу, правда? Вот одной из учениц, кстати, Габашвили была Тамара Баланчевадзе. Это родная сестра Георгия Баланчевадзе, Жоржа Баланчина. Вот она училась здесь. После Академии художеств она работала в театре Образцова. А затем она уехала в Ленинград, и вот случилась блокада Ленинграда, и она погибла. Кстати, не так давно в подвалах Академии художеств были найдены много работ, и вот одна из этих работ была как раз картина Тамары Баланчевадзе. Ну вот посмотрите, какое чудо стоит. В общем, мне кажется, конечно, что вот за этими окнами, красивыми окнами, которые тбилисец или гость города видит, гуляя по улице Грибоедова, так вот за этими окнами, посмотрите, скрывается настоящее чудо. Вот стоит просто даже посмотреть на этот потолок персидской, в персидском мотиве. И понятно, что Пехлевик, когда, казалось бы, приехал в Тбилиси, ну что Тбилиси, да, правда интересный, старый, древний город, но что здесь есть такое сокровище, я уверен, что он не ожидал, не ожидаю, не ожидала я, потому что мне всегда хотелось прийти сюда, посмотреть, вот о чем же так, собственно, много говорили с восхищением, и я понимаю, что мое желание было нельзя. Вы знаете, в Академии художеств Грузии тогда работал Евгений Лансере, это величайший русский художник, связанный с миром искусств. Так вот, кстати, Лансере приехал в 1920 году в Тбилиси, тогда Тифлис, и приехав, он принимал участие в создании герба независимой Грузии. За основу он взял герб династии Багратионов, ну а потом в 1921 году случилась советизация Грузии, вошли войска Красной Армии, и Лансере же принимал участие в создании уже герба Грузии советской. Был великий художник, член мира искусств, вообще с миром искусств был связан не только он, еще был замечательный художник Иосиф Адольфович Шарлеман. Его, между прочим, отец был автором знаменитой колоды карт, вот атласных карт, это придумал как раз Адольф Шарлеман. Кстати, Шарлеман, он умер в 1957 году, и в 1941 году над ним стали говорить, ничего себе, тебя зовут Иосиф, а отчество у тебя Адольфович, не стоит ли тебе задуматься и поменять? Он был очень интересный художник, мне рассказывали выпускники Академии художеств, что когда они шли на занятия, они шли по проспекту Ростовеля, это параллельно улице Грибоедова, Шарлеман стоял на лестнице и говорил, давайте, 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 не опаздывайте. Но еще один интересный художник, с которым связано, чье имя связано с Академией художеств, это Василий Шухаев, это величайший русский художник, который тоже был связан с миром искусств, он уехал в Париж и потом решил вернуться в Советский Союз. Первые годы ему позволили преподавать в Ленинградской Академии художеств, а потом сослали в Уркуту. И в Уркуте было сделано самое страшное, что можно было сделать для художника, был дан запрет на профессию. И для того, чтобы вот эту самую профессию не потерять, Шухаев по ночам рисовал на стене своего барака, где он жил, а каждое утро его жена все это стирала. Вода была ледяная, и вот этой ледяной водой она погубила свои руки. Ну а потом, освободившись из заключения, Шухаев получил разрешение приехать жить в Тбилиси. И вот, собственно, в Тбилиси он преподавал в Академии художеств. Тогда, ну ценили, конечно, Шухаева, но ценили специалисты. Он жил в маленькой квартирке, и когда он умер, то вся квартира была от пола до потолка, заставлена ему работами, было много его рисунков. А сегодня Шухаев стоит 500, 600 или даже 700 тысяч фунтов стерлингов. Такова цена его работ на мировых аукционах. Вот это чудесное здание, оно было построено в конце 19 века. Но человек, который построил Аршакуни, он здесь не жил, ему не понравилось в итоге, и продал его Кабулову. И, ну, конечно, легко представить, какие здесь были балы. Ну, вот как выглядело это здание, вот эта прекрасная комната, где мы находимся до реставрации. А вот если мы сравним с сегодняшним камином после реставрации, причем в реставрации принимали участие уже и сами студенты, Академию художеств, но, мне кажется, это было так важно, когда они приходили сюда. Вот, например, потолок, это расписан сусальным золотом. И вот приходя сюда и работая у замечательных мастеров, которые преподавали в Академию художеств, ну, мне кажется, вот этот дух 19-го прекрасного века, дух балов, приемов, он чувствовался. И он помогал этим талантливым студентам стать настоящими художниками в самом широком понимании этого слова. Сегодня в Академии художеств работают, конечно, настоящие энтузиасты, настоящие патриоты своего дела, с какой любовью нам показывают помещения Академии. Но вот посмотрите, этот чудесный зал, в котором раньше, если вот мы посмотрим назад, были хоры, сейчас уже все это заложили. А если обратить внимание в противоположную сторону, вот в сторону окон, то там, оказывается, в советские годы проходили профсоюзные собрания, ругали тех профессоров, кто не вовремя сдал взносы, кто прогуливал партийную учебу и так далее. Ну, в общем, полный бред и глупость. Но здесь сохранились люстры, посмотрите. Это люстры, которые помнили еще первых художников, которые переступили порог этого здания, ставшего Академией художеств. И мне кажется, что, несмотря на то, что, ну, изменилось время, изменились обстоятельства, и да все изменилось, но вот этот дух, это настроение и вот этот свет, который дарят эти люстры, мне кажется, он еще сохранился. И дай-то Бог, чтобы он сохранялся еще долго-долго. Субтитры создавал DimaTorzok